Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи сегодня утром загорелся торговый центр на виноградной. Дым шел из-под кровли здания. Глобальные угрозы биологической безопасности обсудили сегодня в Сочи. Дискуссию с участием 40 стран организовал Роспотребнадзор. В Сочи досрочно начнется отопительный сезон и продолжатся проверки гаражей. Эти темы стали главными на планерке главы города. В Сочи пройдет третий евразийский литературный фестиваль «Лифт». Ведь именно здесь живет нынешний победитель. В Кубанской полиции планируют создать отдел по расследованию преступлений в сфере жилищного строительства. Такую идею предложил Вениамин Кондратьев на заседании антитеррористической комиссии. Основной его темой стало решение проблем обманутых дольщиков в Краснодарском крае. Сегодня 57 проблемных домов. Все они еще на стадии строительства. То есть в срок их в эксплуатацию не сдадут. Продолжат тему наши краснодарские коллеги. Вместо территории счастья – территории ожидания. Вот уже больше полутора лет покупатели квартир комплекса с многообещающим названием не могут получить заветные ключи. Дом до сих пор не построили. О том, что их жизнь будет как в кино дольщики этой многоэтажки, возможно, тоже подозревали. Но не догадывались, что с таким сюжетом. Спустя год после того, как жилье должны были сдать, комплекс мало чем напоминает дом комфорт-класса с благоустроенной территорией. В Крае сегодня почти 60 проблемных строек. Задерживают сроки сдачи и работают с нарушениями обязательств застройщики в 10 районах Кубани. В регионе 800 обманутых дольщиков. Эта цифра в официальном списке. В неофициальном же – несколько тысяч. Проблема, которая неоднократно поднималась на всех уровнях власти, сегодня вновь на повестке в Краевой администрации. Вопрос Венемин Кондратьев выносит основным на заседание антитеррористической комиссии, чтобы не только найти решение, но и разобраться, почему некоторые застройщики не доводят дело до конца. – Какая причина? Почему у них идет? Что? Ну деньги-то они собрали. Деньги-то у них на руках. – Венемин Ильич, ну в рамках доклада я доложу, если можно. – Доклад-то может опять будет и вот таким правильным, а по жизни, вот одно слово, почему? – По жизни не рассчитывают свои финансы, привыкли работать, как говорится, с колес. Деньги поступают, значит, стройка идет. Как только денежная масса уменьшилась, стройка останавливается. – Это просто безнаказанность, к которой они тоже привыкли. С точки зрения и уголовного преследования – безнаказанность. Мы посадили один-двух, если дай бог посадили, а все остальные думают, они откупятся. Вот когда они перестанут думать, что они откупятся, значит, тогда мы найдем порядок. Я не против, чтобы мы были все в правовом поле. Но правовое поле не должно защищать не только застройщиков, горе застройщиков, но и дольщиков. Так же не бывает, любовь односторонней. Сегодняшние обманутые дольщики – это в большинстве случаев результат действий застройщиков-мошенников, которые умышленно вывели деньги с объекта. Все такие махинации должны пресекаться на самых ранних этапах, ставя задачу глава региона. И в этом вопросе важна принципиальная позиция правоохранительного блока. В структуре ГУВД Вениамин Кондратьев предложил создать специальное подразделение, которое бы занималось расследованием преступлений в сфере жилищного строительства. – Финансовое состояние застройщика любого мы знаем. Ну или можно легко узнать. Поэтому если мы даем разрешение на строительство компании «Рога и копыта», тогда надо понимать, что кто-то на себя должен взять ответственность. Или глава муниципального образования берет, который выдает разрешение на строительство застройщику. Или если правоохранительные органы считают, что необоснованно отказ выдан, и надо выдать разрешение компании за правоохранительные органы должны взять на себя ответственность. За каждый шаг, еще раз подчеркнула, должна быть ответственность. За каждый, у каждого. Потому что все вместе, я уже не раз говорил, мы обеспечиваем социальную стабильность в крае. Поэтому я еще раз говорю, никакой глава муниципального управления я больше никогда не приниму отказ, чтобы вдруг правоохранительные органы его заставили. То есть назовите конкретно, кто и каким актом заставил. Выдать разрешение на строительство, если вы четко понимали, что между вами и последующим дольщиком фирма «Однодневка». А вот так вот как-то все и в общем, такой подход меня не устраивает. И ответы такие приниматься не будут. К выдаче разрешения на строительство сегодня стараются подойти со всей строгостью. С начала этого года одобрили меньше 30% поданных на возведение домов заявлений. Справедливо не прошли отбор проекты без коммуникаций, придомовых площадок и парковочных мест. В рамках предоставления департаментом госуслуги по выдаче заключений за 9 месяцев 2017 года рассмотрено 257 заявлений, по результатам рассмотрения которых выдано 166 отказов. То есть на сегодняшний день все недобросовестные застройщики мимо департамента не прошли. Тут привлекать средства дольщиков они не будут. Ситуацию с обманутыми дольщиками уже удалось стабилизировать. Об этом говорят и главы крупных городов Краснодара и Сочи. Теперь важно удержать ситуацию. Для этого рынок должен быть навсегда закрыт для нечистых на руку застройщиков. И ответственность за это несут как краевые, так и муниципальные чиновники, напоминает Кондратьев. У нас с вами свой один только интерес. Если есть застройщик, он должен быть добросовестным, максимально выполнен из своих обязательств перед дольщиками. Тем самым, конечно, он союзник власти. А кто пришел сорвать куш, я еще раз подчеркиваю. Вот вор, как известный классик говорил устами одного своего героя, должен сидеть в тюрьме. И позиция же силового блока должна быть, я еще раз подчеркиваю, очень жесткая. Мне все равно, кто это будет, застройщик или чиновник любого уровня. Все равно. Если играется в чужих, своих, значит он тоже не должен находиться во власти. А если он такой же вор, только во власти, он тоже должен сидеть в тюрьме. Все. И здесь нету пощады ни своим, ни чужим. А задачены краевые власти и не менее важным вопросом, как вернуть кубанцам квадратные метры, за которые они уже заплатили. По каждому проблемному дому составлена дорожная карта. Решение же на перспективу принято на самом высшем уровне. Президент страны продолжил уйти от долевого строительства к проектному финансированию. А это означает, что, возможно, в ближайшем будущем будут продавать только готовые квартиры. Мария Крошный, Денис Перец и Алексей Комаров. Кубань, 24, Краснодар. От лучших экскурсоводов до лучших отелей на Кубани сегодня подвели итоги ежегодного конкурса лидеров туриндустрии «Курортный Олимп». Участники соревновались в 13 номинациях. Победителей поздравил губернатор Краснодарского края. В этом году в регионе отдохнули почти 16 миллионов человек. Большинство туристов приезжали летом. Однако на Кубани намерены развивать круглогодичные курорты, заявил Вениамин Кондратьев. Сегодня, в первую очередь, не жилье нужно нам строить на курортах. Не жилье, я это в открытую говорю, а курортную инфраструктуру нужно строить. А если у нас не будет курорта инфраструктуры круглогодичной, конечно, у нас и курортов круглогодичных никогда не будет. Самый главный ресурс, он в ваших руках. То есть вот здесь просто прошу, прекратите просто бездумно распоряжаться с землей той, которая еще осталась. А если есть возможность заводить инвестора с курортной инфраструктурой, а не с жильем, тогда вот этот первый инвестор в приоритете с курортной инфраструктурой. Участие в конкурсе «Курортный Олим» приняли 130 предприятий. Победители определяла экспертная комиссия. В ближайшие сутки в Сочи ожидается усиление ветра. Местами порывы до 15 метров в секунду. Ночью и утром в предгорьях мокрый снег. Местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Возможно, гроза. Жители и гости города просят при возникновении ЧС звонить по номеру 010. И к другим новостям. Глобальные угрозы биологической безопасности обсудили сегодня в Сочи. В следующей дискуссии с участием 100 экспертов и представителей научного сообщества из 40 стран организовал Роспотребнадзор при участии МИД России. Участники конференции озвучили не только саму проблему, но и ее решение. Предупреждение угрозы биологической безопасности обсудили в контексте осуществления конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что риски возникновения и глобального распространения опасных патогенов усугубляют увеличивающееся количество трансграничных поездок, рост международной торговли и развитие биотехнологий. Россия же предпринимает все меры по усилению экологической безопасности, которую Рябков назвал разоруженческим механизмом. Идеи по повышению его эффективности сегодня обсуждали в кулуарах конференции, озвучили их и официально. Среди них создание научно-технического консультативного комитета и мобильных медико-биологических отрядов. Если страна оказалась жертвой применения биологического оружия, а такую опасность сбрасывать за счетов нельзя, подобные отряды при опоре на российские технологии, не могу скрывать этого тоже, они отработаны, могли бы, во-первых, оказать содействие этой стране, прямое, в подавлении вспышки соответствующей, инфекционной, могли бы помочь в расследовании обстоятельств. Вопрос важен как никогда, и сама проблематика будет только возрастать ввиду очевидных обстоятельств. О российском опыте борьбы с биологическими рисками говорила главный санитарный врач России. По словам Анны Поповой, эти риски только усиливаются, несмотря на существование вакцин и антибиотиков. И уже сегодня можно наблюдать необычное течение лихорадки Эбола, Зика, Чумы на Мадагаскаре. На данный момент они уносят еще большее количество жизней, чем два года назад. К этим рискам нужно быть готовыми, подчеркнула Попова, как, впрочем, и к вирусам из лаборатории. Генная инженерия сегодня становится реальностью. Как известно, группа иностранных ученых в условиях лаборатории воскресила вымерший вид вируса лошадиной оспы. А риск в том, в чьи руки может попасть такой джинн, выпущенный из бутылки. Если говорить о наших возможностях, о наших результатах, то да, наши специализированные противоэпидемические бригады показали себя самым лучшим образом. Когда работали в Гвинеи, мы сделали много для того, чтобы помочь в купировании вспышки Эбола. Но за этот период мы уже отработали и противодействие распространению желтой лихорадки в Гвинеи, кори в Гвинеи, холеры в Гвинеи. И это тоже результат очень эффективный, очень показательный наших технологий, наших высокоподготовленных, хорошо подготовленных специалистов и нашей системы подготовки, и нашей системы биобезопасности. Предупреждение и реагирование на угрозы биологической безопасности требуют тесного многостороннего сотрудничества. И Сочинская конференция не последняя. Напротив, она стала началом большого обсуждения передовых наработок по профилактике и чрезвычайному реагированию на эпидемические угрозы. И продолжится оно в декабре в Женеве. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И в прямом смысле слова к горячим новостям. В Сочи сегодня утром загорелся торговый центр на виноградной дым, шел из-под кровли здания. Сигнал о возгорании поступил пожарным сегодня в 9.24. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Пострадавших и погибших в огне нет. Из здания были эвакуированы 15 человек. Полностью ликвидировать пожар удалось в течение часа. Планерное совещание главы Сочи сегодня совместили с заседанием антитеррористической комиссии. На этой неделе много праздников и обсуждалась тема безопасности в городе. Подробности далее. С 3 по 7 ноября в городе пройдет ряд мероприятий с массовым участием сочинцев. И, конечно же, на курорте будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Глава города просит сотрудников полиции не отказываться от помощи казачьих дружинников, а всю общественность и актив города обращать внимание на подозрительных лиц. Примером может стать гаражный кооператив на Альпийской. Из 250 объектов было проверено два, и то там выявлена масса нарушений, вплоть до неучтенных иностранных граждан, снимающих жилье. В Сочи, как никто другой из всех городов, очень много выделил земельных участков для гаражей. Цель была правильная, чтобы не было бардака с автотранспортом. В этих гаражах должны стоять автомобили. Но произошло все наоборот. В этих гаражах нет автомобилей практически. Там у нас все, что угодно. Люди проживают, еще чем-то творят, коммерческой деятельностью занимаются. Это же безобразие. Сегодня Анатолий Пахомов распорядился начать в Сочи тотальную проверку гаражей совместно с органами прокуратуры и полиции. Эту работу поручено возглавить заместителем главы города. Что касается отопительного сезона, который традиционно начинается с 15 ноября, то по просьбе жителей он начнется раньше. Председатели ТОС, я сейчас задаю, кто за то, чтобы включить отопление раньше установленного срока? Поднимите руки. Так, хорошо, спасибо. Но не везде начнется поэтапное включение отопления. Например, председатель ТОС из Дагомеса заявил, что у них жители решили дождаться официального начала отопительного сезона. Другие готовы уже со 2 ноября получать тепло. В целом в городе все объекты уже готовы к подаче горячей воды в батареи. Город успешно получил паспорт готовности к зиме. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. На последней сессии городского собрания Сочи депутаты проголосовали за изменение земельного налога. Это может привести к увеличению бюджета примерно на 550 миллионов рублей. Сегодня на эту тему прошел специальный брифинг. В связи с разной кадастровой стоимостью земли пересмотрены все налоговые ставки и льготы. Это не значит, что налог повысился. В некоторых случаях для физических лиц он даже уменьшился. Депутаты предметно работали с каждым видом земли. В Сочи 95 тысяч участков. 2 тысячи принадлежат юридическим лицам, 93 – физическим. Раньше 50-60% всех налогоплательщиков пользовались значительными льготами. Теперь неэффективные льготы были отменены. Основные, конечно же, сохранились. Жители сельских территорий эти ставки, еще раз говорю, не коснулись. Они физически изменены на 11%. Но фактически мы будем, может быть, даже первый год налогов заплатим меньше. Ставки по земельному налогу устанавливаются в зависимости от вида использования земли с учетом местоположения участка. Удалось не поднять налог на землю для предприятия общественного питания, бытового обслуживания. В целом, для форм малого бизнеса. Вышло даже, что они получили налоговую поддержку. Точные ставки, для кого налог изменился, можно посмотреть на сайте администрации города в разделе «Департамента имущественных отношений» на сайте городского собрания Сочи. Напомню, что 1 декабря срок уплаты имущественного налога. Администрация города и депутаты просят сочинцев не допускать задолженностей. Водозабор в поселке Аше будет реконструирован. Об этом речь шла в ходе встречи главы города с многодетными семьями, чьи земельные участки находятся в районе станции водопадной. Решение провести совещание по развитию инфраструктуры земельных участков, переданных многодетным семьям по федеральной программе в поселке Аше, было принято после серии исходов граждан. Много вопросов у собственников земельных участков возникало относительно развития инфраструктуры, ведь без дорог, воды и электричества строить дома невозможно. Власти города выделят из бюджета чуть больше 6 миллионов рублей на возведение гравийной дороги. Появится она к марту, а вот вода в поселке может быть и раньше. ВИК должен стать муниципальным. Я думаю, что надо все соединять и МУПу собирать и этот ВИК. Не дожидаясь, пока будет произведена передача, вы выезжаете туда, разбираетесь там и смотрите, что надо восстанавливать. Но мы должны подать туда воду. Восстанавливать нужно старый водозабор. Сколько средств необходимо для его реконструкции, пока неизвестно. Еще не проведена проверка. Но мэрия и тут готова помочь с финансированием, чтобы до конца года 24 земельных участка имели водоснабжение. Электричество есть уже на пяти участках. Чтобы подвести к линии остальные, собственники должны подать заявку на техусловия и установить счетчики. Строить в поселке нужно и газопровод, примерно 3,5 километра. Проект по газификации планируется подготовить к июлю. Я дал поручение начальника управления по обращениям, чтобы мы в течение следующей недели и еще там недели сделали такие же встречи по всем земельным участкам. Присутствие наших многодетных семей, присутствие наших руководителей, от которых зависит жизнеобеспечение. Для того, чтобы четко по каждому земельному участку расписать сроки и потом обеспечить контроль. Напомню, в октябре многодетным семьям в Сочи были выделены еще 77 участков. 76 из них находятся в районе поселка Вардане, один в Кудепсте. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. Продолжаем. С 14 мая в Международном аэропорту Сочи откроются новые регулярные рейсы в Ригу. Полеты будет выполнять латвийская авиакомпания AirBaltic. Два раза в неделю, по вторникам и субботам. Прибытие в Сочи запланировано в 2.25. Вылет в 3.20. Время московское. Время в пути. 3 часа 10 минут. Полеты планируется осуществлять на воздушных судах Boeing вместимостью 114 кресел. Маршрут предложит новые варианты путешествий для пассажиров из Сочи с удобным авиасообщением через Ригу. Такие стыковки сделают более доступными путешествия в Амстердам, Прагу, Осло и многие другие города Европы. В следующем году Сочи станет одним из городов, принимающих чемпионат мира по футболу. И новые маршруты будут удобны для тех, кто планирует посетить мировое первенство. По информации авиаперевозчика, стоимость билета в одну сторону составит от 99 евро, включая сборы. В Сочи сегодня открылся второй российско-казахстанский молодежный форум. Он объединил студентов сразу из нескольких вузов двух стран. Организатором для проведения мероприятия стал Сочинский государственный университет. В мероприятии принимают участие представители молодежных и студенческих организаций России и Казахстана. Общественные деятели, занимающиеся развитием международного молодежного сотрудничества и общественной дипломатией. Все подробности в нашем следующем сюжете. Первый российско-казахстанский молодежный форум прошел в прошлом году в Москве. Второй организовал Сочинский государственный университет. Из Казахстана прибыли ректоры двух крупных вузов и студенты этих университетов. Делегация порядка 30 человек. Также участниками крупного форума стали представители девяти вузов России. На самом деле уже прошли первые переговоры в летний период, накануне форума. Я считаю, есть результаты сотрудничества. К нам уже поступили учиться аспиранты из Казахстана и несколько студентов из Сочинского государственного университета. Сейчас проходят короткосрочные курсы обучения в Южно-Казахстанском государственном университете. В этом году исполнилось четверть века со дня установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Отношения активно развиваются не только на правительственном уровне, но и в области образования. И здесь ставка на молодых и активных. Будущее за студенчеством, будущее наших стран. Наш президент очень возлагает большие надежды именно этому поколению, поколению молодых людей, которые будут строить в дальнейшем экономику наших стран. Россия и Казахстан – это особые партнеры. В дни работы молодежного форума участники обсудят вопросы двусторонних отношений, международные и региональные проекты, реализацию волонтерских и добровольческих акций, программ, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи двух стран. В дальнейшем времени мы думаем, и наш университет, мы планируем подписать меморандумы, договоры с Сочинским государственным университетом и вообще-то в целом университетом России. И хотим работать в сфере образования, науки и плюс еще производства. Кроме того, в рамках форума СГУ планирует подписать с казахстанскими вузами уже второе совместное соглашение о сотрудничестве в образовательных программах. Также для гостей пройдут экскурсии по Олимпийскому Сочи. Ну а Сочинский госуниверситет уже готовит делегацию для ответной поездки в дружественное государство. В Сочи пройдет третий вразийский литературный фестиваль «Лифт-2018». Международный форум, который объединит писателей всех мастей и их читателей, состоится в мае. В городе уже побывали организаторы фестиваля. Какую оценку они дали Сочи как площадки для форума литераторов и почему вообще для проведения фестиваля был выбран именно наш город, расскажем в нашем следующем сюжете. Это поэт Александр Випрёв, родом из Кирова, последние годы живет в Сочи. Именно благодаря его творчеству, которое высоко оценило жюри Евразийского литературного фестиваля «Лифт», этот форум пройдет в Сочи, ведь по правилам фестиваля он проводится там, где живет победитель этого года. Там проводился конкурс, и жюри конкурса от Российской Федерации выделило мое творчество с характеристикой засмелости экспериментов в творчестве. Александр Випрёв публикуется с 16 лет. Наряду с классическими он пишет свободные стихи и верлибры, экспериментируя со словом и рифмой. На его счету публикации в самых известных литературных журналах, несколько изданных сборников его стихов. А уже в следующем году у Александра появится возможность пообщаться с коллегами со всего континента. Третий Евразийский литературный фестиваль «Лифт-2018» пройдет в Сочи в конце мая. Уже сегодня заявки на участие подали 80 мастеров слова. Мне так кажется, что приедут значительно больше стран Евразии. Я сейчас приехала из Астаны, с форума «Мир через культуру». И все, кто слышит о том, что будет вот такой фестиваль в Сочи, они говорят, мы тоже хотим. Это будет и Китай, и Монголия, и Индия, и Европа. Это будет большое-большое-большое фестивальное движение, которое соберется в России, в Сочи. Сегодня мы впервые увидели ваш зимний театр. И, конечно, очень много фантазий сразу появляется. Действительно достойная площадка для литературного фестиваля. И действительно, наверное, пришло время обратить внимание на литературу, пришло время читать. Ведь без читателей нет ни писателей, ни поэтов. Поэтому я думаю, что они будут главными участниками этого праздника. В рамках фестиваля состоятся литературно-спортивные многоборья. Среди победителей прошлых лет – детский литературный фестиваль «Лифтенок», парад флагов стран-участниц. По красной дорожке впервые в Сочи пройдут не кинозвезды, а мастера художественного слова. Запланированы также мастер-классы известных писателей и встречи с региональными авторами. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Экспозиция Музея Олимпийской славы пополнилась наградами тяжелоатлетов. Сочинский тяжелоатлет Вячеслав Яркин передал на хранение музею серебряную медаль универсиады. В музее есть отдельная экспозиция, посвященная Вячеславу Яркину. Здесь же хранится серебряная медаль юношеских олимпийских игр в Нанкине. Теперь рядом лежит еще одна награда – универсиады этого года. Вообще, нынешний сезон оказался непростым для спортсмена три крупных турнира за четыре месяца. Поэтому на мероприятии его представляли брат и по совместительству тренер и мама. То, что дети несут сюда медали, мои дети, я думаю, что это как бы прожегть вперед немножко. Потому что от них ожидают дальше. А они не могут вот эти ожидания обмануть. И поэтому у них есть к чему стремиться. К слову, на минувшем чемпионате Европы Вячеслав Яркин стал вторым с результатом 332 килограмма в сумме двоеборья. Всего один килограмм подарил золото представителю Латвии, которого обыграл на юниорском чемпионате мира в июне в Токио. Мы сейчас отдохнем и планируем такую долгую подготовку к переходу в следующую весовую категорию и по следующую возрастную категорию. Для этого мы думаем где-то месяцев 10 потратить на подготовку и к следующему чемпионату Европы либо мира 2018 года, если команда успеет туда попасть, выступить уже там с новыми результатами, с новыми достижениями. Следующая цель для Яркина в 2020 году – защищать честь страны на Олимпийских играх в Токио. На сегодня все. Все новости уже на сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.